1970 год, Венгрия. Небольшая железнодорожная станция городка Дьор у границы с Австрией. Советские солдаты-призывники в составе команды направляются в свою часть. Увидев военных, женщина-кондуктор подошла к офицеру и заговорила на русском языке. Она была из Красноярска, познакомилась с мужем, он учился там, вот, инженер. Потом он занялся партийной работой, они поженились, она приехала сюда, у них было двое детей. В 1956 году, когда начали, ее мужа и двух детей повесили прямо на площади. Родные этой женщины стали жертвами террора 1956 года. Их убили боевики, выдававшие себя за борцов за свободу. Но при чем здесь дети? О таких жертвах террора сегодня молчат. Как и о том, что большинство погибших венгров пострадали от своих же. А обстрелы школ с советскими детьми невозможно оправдать никакой борьбой за свободу. Я лично был на месте, значит, где памятник нашим детям, значит, которых везли со школы. Обстретили их, и там их всех порезали. 50 или 60 человек. Попытка путча оказалась настолько кровавой, что ужаснуло и венгерское население, и тех, кто этот путь спонсировал, страны западной коалиции. Жители Будапешта остались беззащитны перед обученными боевиками и выпущенными из тюрем карателями времен Второй мировой. Когда трупы советских солдат в Будапеште выставляли в магазинах готовые одежды под названием «Мода сезона», коммунистов, скажем, вешали на фонарях вверх ногами, я должен сказать, это произвело на Западе очень дикое впечатление. Потому что одно дело борьба со сталинизмом, студенты, демократия, дискуссионные клубы. Но на фонарях-то все-таки в Европе в то время уже как бы не вешали никого. Я должен сказать, что даже европейская антикоммунистическая интеллигенция отшатнулась от этого всего. Настолько это было вообще как-то омерзительно даже. Как бы ни связывали с этими событиями образование южной группы войск, это не так. Хотя венгерские события на это повлияли. Советскому Союзу пришлось спасать и своих граждан, и венгров. Южная группа советских войск. Полувековая история мирной Европы. Диула Губица родился во время Второй мировой войны на восточной окраине Венгрии. Именно на этой территории появились первые солдаты Красной Армии, освобождавшие Европу от фашистов. Я знаю о тех событиях со слов родителей. К ним в дом тоже подселили пару советских солдат, и отношения с ними были чудесные. Они помогали друг другу. Я слышал об этом только хорошее. После войны отец Диулы стал служащим. И пострадал от репрессий во времена правления матьиша Ракоши. О том, чтобы отказаться от социалистического пути, в Венгрии тогда вообще не думали. Советский Союз им нравился. Я расскажу вам одну очень показательную историю. После войны проигравшей стороне всегда надо платить репарации. И после Второй мировой войны, поскольку венгерская экономика находилась не в лучшем состоянии, было решено, пусть выплатят репарации не продуктами, а недвижимостью. Это большая помощь в Венгрии была. Кстати, выплаты по репарациям для Венгрии полностью прекратили со вступлением в Совет экономической взаимопомощи. То есть уже в 49-м году. Таким образом, Советский Союз оказывал содействие экономике побежденной страны. Союз оказал помощь, загрузив производственные мощности. В Венгрию направлялся хлопок для переработки в пряжу, в ткани, и затем эта продукция возвращалась в Советский Союз. То есть мы им дали работу, дали возможность заработать. Мирному послевоенному обустройству помогали и советские солдаты из состава Центральной Группы войск. Они оставались в Венгрии и Австрии в течение 10 лет, до 1955 года. Я родился в 1954 году, после войны. В своем окружении я слышал, что советские войска очень помогли нам, венграм, справиться с этим послевоенным хаосом. И сотрудничество венгров с советскими гражданами было максимальным. Южная группа войск первого формирования находилась в Болгарии и Румынии с 1945 по 1947 год. В 1955 году советские войска были выведены с территории Австрии. Центральная группа советских войск была таким образом расформирована. А на территории Венгрии из оставшихся двух дивизий был сформирован особый корпус. В стране налаживалась спокойная мирная жизнь. И содержать здесь крупное армейское подразделение не имело смысла. И встретит и процветает нерушимая советско-венгерская дружба. Но буквально через год ситуация кардинально изменилась. Что вынудило Советский Союз снова создать группу войск на юге Европы? Будапешт, Венгрия. 1956 год. Как мирная демонстрация переросла в гражданскую войну, многие не понимают до сих пор. Или не хотят понимать. На Западе впоследствии долго и громко кричали, что советские танки задушили венгерскую свободу. Но не зря придумали пословицу «На воре и шапка горит». Еще в 1949 году Совет национальной безопасности США принял секретную директиву о планах США в отношении России в Европе. Директивы предусматривались действия по подрыву влияния Советского Союза на территории восточноевропейских государств. И в свете решения вот этой директивы, тщательно спланированы секретные операции по заброске агентов, по усилению вещания радиостанции «Свободная Европа». «Свобода» они во время начала событий практически 20 часов в сутки они вещали на территорию Венгрии. Венгрию среди восточноевропейских государств выбрали не случайно. Эта страна – одна из самых идейных союзниц Гитлера. Солдаты адмирала Хорти, который возглавлял Венгрию накануне и в ходе Второй мировой, запомнились жителям оккупированных земель особой жестокостью, а военным – отчаянным сопротивлением до последних дней войны. Именно этих радикальных националистов решили использовать западные спецслужбы. В США и Великобритании были разработаны операции «Раскол» и «Фокус». На их проведение в 50-е годы выделили 125 миллионов долларов. Диверсантов готовили в тренировочных лагерях ФРГ и переправляли в Венгрию через слабо охраняемую границу с Австрией. Их целью было спровоцировать раскол в обществе и организовать массовые беспорядки. 23 октября 1956 года. Будапешт. Мирная демонстрация против репрессий сталиниста Матьеша Ракоши. Многие удивятся, но тогда, в 1956-м, венгры выступали хоть и против коммуниста Ракоши, но за социализм. А протестующих возглавил им Рынать, тоже убежденный коммунист. В Кремле после 20-го съезда партии и развенчания культа личности протест венгров понимали и были готовы идти навстречу. Недаром Хрущев со всех трибун клеймил позором сталинское наследие. Вдруг в этой демонстрации раздаются крики заранее подготовленных товарищей, что госбезопасность стреляет в народ. Где она стреляет? У здания венгерского радио. Все туда. Соответственно, радио берется штурмом, хотя, кстати, его защитники получили приказ вообще не стрелять. Ни в коем случае. Поэтому, собственно, оно и было взято. Потом, да, берется штурмом здания госбезопасности и начинается. Уже все как бы забывают, понимаете, о чем идет речь. На место бедных и обманутых студентов приходят уже совсем другие люди, присланные из Мюнхена или вышедшие из-под пуля, которые начинают уже расправляться не со сталинистами, а вообще с любыми коммунистами. По просьбе тогдашнего руководителя страны советские войска в Будапешт вошли. Но как? На улицах 200 тысяч человек. Военных в городе всего 2,5 тысячи. Оружие применять запрещено. Все боеприпасы остаются под замком. Привыкшие к интернациональному братству советские солдаты не представляли, что их ждут снайперы и вояки-нацисты. Вошли части корпуса, открыли люки. Да здравствует солидарность, союз братский. А в открытый люк гранаты. В открытый люк мины пришлось люки задраить и выйти из Будапешта. Как только войска покинули город, здесь начала безнаказанно орудовать другая сила. Из тюрем выпустили националистов и дали им в руки оружие. И даже им рынать не смог их остановить. Страшная резня на улицах Будапешта показала, насколько западные спецслужбы заблуждались, считая, что смогут управлять венгерскими радикалами. Ситуация вышла из-под контроля. Венгрия вернулась к конституционному порядку только после ввода в Будапешт значительного контингента советских войск. Позже вскрылись все подробности операций западных спецслужб. По их плану, радикалы в Венгрии должны были спровоцировать беспорядки, а марионеточные СМИ тем временем поднять шум на весь мир об антисоветской революции. Таким образом, создавался бы повод для ввода в Венгрию сил НАТО. Это, а вовсе не благополучие венгров, и было главной целью западных спецслужб. Не зря же заместитель директора ЦРУ Фрэнк Визенер настаивал на введении войск НАТО, даже когда стало очевидно, что операция провалилась. Повторение опыта Венгрии 1956 года не хотела ни одна из стран Восточной Европы. А защиту от этого могло гарантировать только наличие сильного геополитического союзника. В такой роли они видели именно Советский Союз. Решение создать южную группу войск второго формирования правительствами Венгерской Народной Республики и СССР было принято в ноябре 1956 года в рамках действия Варшавского договора о коллективной безопасности. Главным противником ЮГВ являлась мощная южная группировка НАТО, базы которой располагались в Италии, Греции и Турции. Южная группа войск не действовала в одиночку. Она принадлежала к Юго-Западному фронту, который был действительно серьезным образованием. К нему относились венгерские дивизии, а также дивизии, которые располагались на Украине. В случае необходимости они могли объединиться и выступить единым фронтом. Костяк Венгерской Народной Армии составили патриоты, которые раньше никак не были связаны с нацистами. Многие вместе с советскими солдатами освобождали венгерские города. Питва за Будапешт – одна из самых ярких глав Отечественной войны. Полная доблести, героизма, высокого воинского мастерства солдат, офицеров и полководцев Красной Армии. Освобождение Венгрии от гитлеровцев длилось почти полгода. Летчик-инженер, полковник в отставке Лас Ламата много лет занимается восстановлением сведений о советских солдатах, погибших на территории его родины. И мы никогда не забываем то, что в Капошваре погибли 1184 советских солдата. Из них 262 неизвестные солдаты. Их по сей день ждут дома. И все они пожертвовали своей жизнью для того, чтобы фашисты ушли отсюда. И это только в Капошваре. А на территории Венгрии примерно 180 тысяч советских солдат погибло. Первое послевоенное поколение венгерских офицеров имело возможность получить профессиональное военное образование в СССР. Среди них и Дьюла Губица. Как только мы приземлились в Москве, я бросил свои вещи и сразу побежал на улицу Горького, прямиком на Красную площадь, чтобы подышать этим воздухом. Я был очень вдохновлен этой атмосферой. Именно там во мне зародилась любовь, уважение и тяга к русскому языку, культуре, людям. После 1956 года в Венгрии началась новая жизнь в полной безопасности от любой агрессии. Красивый, восстановленный в основном на деньги СССР Будапешт. Частные магазинчики, кафе и таверны. Обработанные фермерами поля, аккуратные домики. Такое встречало в Венгрии офицеров, прибывших в южную группу войск. Неподалеку от столицы, рядом с аэродромом Мезякёвич, располагался военный городок штаб группы войск. Южная группа войск намного мощнее венгерской армии. Там были четыре развернутых дивизии, свободные, например, две танковых. Я не считаю все остальное, что к этому подойдется. По авиации, наверное, раза в два, если не больше, мы имели преимущество. Управление и штабы дивизий располагались по всей стране. Танковые находились в городах Веспрем и Эстергомкер-Тварош. Мотострелковые в городе Кечкемет и в старинном Секешфехерваре, бывшей резиденции венгерских королей. Общая численность ЮГВ на начальном этапе составляла почти 200 тысяч военнослужащих. Все эти части, которые там находились, они были развернуты практически до штата военного времени. Если в Советском Союзе были кадрированные части, сокращенного состава, а там, если, допустим, полк танковый, порядка 1200-1300 человек, мотострелковый полк до 2000 человек, соответственно, и техника там должна уже быть полностью по полному штату. Авиационную поддержку Южной группы войск осуществляли бомбардировочные и истребительные дивизии 36-й воздушной армии, которые подчинялись напрямую Москве. Самые большие аэродромы находились в городах Веспрем, Кумандараш, Шармелек, Тёкель, Деприцин. Всего более 300 самолетов и более 200 вертолетов. Авиация решает задачи в интересах свободных войск. А так как истребительная авиация, ну, правда, она может, конечно, удары по земле наносить, и так далее. Но это не основная функция. Основная функция — это порядок в дне поддерживать. И в мирное, и в военное время. Все части и даже отдельные экипажи четко знали свои боевые задачи. Кто куда летит, с каким боекомплектом. По четыре экипажа истребителей в каждом полку круглосуточно несли боевое дежурство и находились в готовности вылететь через три, максимум через семь минут после приказа. За год авиаторы группы войск налетали не менее ста часов. На самой новой технике. Когда в 63-м году лейтенант Сергей Седов прибыл в южную группу войск, здесь уже летали на новеньких МиГ-21. Это самолет более серьезный МиГ-21 по сравнению с МиГ-17. Ну, там все другое. Скорости другие. Будем так говорить, если, для примера, на посадку подходите же на земле при приземлении. Скорость 330-340 метров в час. Это серьезная скорость. Это один из самых скоростных самолетов для посадочных характеристик. Через 9 лет, когда Сергей Седов приедет в южную группу войск еще раз, эскадрилья будет летать уже на 23-х МиГах. Обновление воздушного парка в группе войск происходило быстрее, чем в других воинских подразделениях. Так что летчикам ЮГВ даже завидовали, причем не только в Союзе, но и в Венгрии. Карей Вандор – историк авиации. Он основал музей ВВС ЮГВ и венгерской армии. В детстве жил недалеко от крупнейшего аэродрома южной группы войск и мечтал стать летчиком. Но не судьба. Зато вся эволюция советской военной авиации буквально прошла перед его глазами. В Кишкун-Лацхазе, например, располагался полк, который первый в мире получил очень редкую модель МиГ-21Ф. После этого создали бомбардировочный полк в Кунмадараши и снабдили его бомбардировщиками Су-7Б, а позже Су-7БМ. И это вооружение постоянно усовершенствовалось. Су-7 заменили на Су-17М-2, МиГ-21 меняли на более современные модели, МиГ-21СМТ, МиГ-21СМ, МиГ-21БИС. Его использовали на аэродроме в Тёкеле. И очень рано, летом 1986 года, в Венгрии появился МиГ-29, который производят и в наше время. Стремительное развитие реактивной авиации и угроза применения ядерного оружия со стороны Альянса требовали особого внимания к охране воздушного пространства. Подразделения противовоздушной обороны на внешних границах блока стран Варшавского договора комплектовались лучшими кадрами и оснащались самым современным вооружением. Например, в конце 60-х Советский Союз именно в Венгрию в первую очередь направил новые знидно-ракетные комплексы «Куб». Обнаружение воздушных целей на расстоянии до 65 километров. Обстрел от 4 до 23 километров. Высота поражения до полутора тысяч метров. На западных границах Венгрии радиотехнические войска ЮГВ внимательно отслеживали воздушную обстановку. В одно из таких подразделений и попал после училища лейтенант Михаил Севко. Наша самая западная рота была. Она в трех километрах от австрийской границы была. В деревне Фертет. Ну, боевую работу вели в основном по радиостанции. Работали ключом, сосчитывали с планшета. Но у нас была система АСУ в роте. Это еще старая система. Два БУ-прицепы. Они большие прицепы. 12 метров длины, 3 ширины. Мы работали по графику. Включалась радиолокационная станция. Обнаруживались цели и выдавались на командный пункт полка. Дальше выдавались на центральный командный пункт Южной группы войск и на ЦКВ Вооруженных сил Союза. Когда мы заступали на дежурство, задачу мы себе доставили. Мы заступаем на оборону воздушных рубежей Союза Советских Социалистических Республик. В городке Мюзекевершде между советскими и венгерскими казармами отсутствовало заграждение. Пример показательный. Венгры заходили в военторги за вкусными конфетами и продуктами. Советские военные к мадьярам, так называют себя венгры, за их вкусным пивом и колбасками. Мой отец тоже служил с 64-го года в Сольнаке. Я тогда ходил в школу и часто прогуливался там. Ходил в казармы Южной группы войск в Сольнаке. Они мне не запрещали. Как добрые соседи, русские и венгерские солдаты и офицеры во всем друг другу помогали. Если каким-то образом в самолете закончилось гидравлическое масло АМГ-10, то пока мы его закажем через советское представительство, официально пройдет как минимум полгода. И тогда мы шли на аэродром в Кишкун, Халаше. С тамошним командиром мы вместе заканчивали летное училище. И стоило мне только прийти. И он уже спрашивал, «Ну, Губица, какая проблема?» И тут же нам уже грузили в машину пять бидонов гидравлического масла. Еще и венгры, и русские любят вспоминать армейские спортивные соревнования. Вот где действительно победа значила гораздо меньше, чем само участие. Были соревнования по футболу, но я их не любил, не ходил. Кроме того, были соревнования по стрельбе. Это было регулярно. Мы соревновались с располагавшимися рядом с нами советскими частями. И мы тогда могли попробовать новое оружие и патроны, которые имелись у советских солдат. Мне это очень нравилось. В быту венгерские и советские солдаты легко находили общий язык. И враждебность, которую так навязывали и навязывают сегодня в отношениях между странами, полностью исчезает при личном общении как в те годы, так и сегодня. В 1985 году у нас проходили совместные учения на Су-22 в Кунмадараши. С ними мы держали связь. Но у меня лично даже не с летчиками были самые крепкие связи. Недалеко от Капашвара есть город Дамбавар, где были ракетные войска ЮГВ. И мы с ними всегда вместе отмечали праздники, советские, венгерские. Приглашали друг друга в гости. Мы вместе ходили за грибами, в лесу готовили еду в большом чане. Мы могли собираться не только за официальным столом. Там была крепкая дружба и в обычной жизни. У меня там был друг Диури. Он звание получал на полгода раньше меня. Он русский неплохо знал. Миша говорит, я Пушкина наизусть знаю, а ты наших поэтов не знаешь. Однажды в традиционно теплой Венгрии выдалась необыкновенно снежная и холодная зима. Для неподготовленного населения настоящее стихийное бедствие. Рядом от Петихаза поезд остановился на остановке. Ну, впереди занесены пути. А у них нет уж, чтобы чистить. И поезд замело снегом. Пурга такая поднялась. Полностью замело. Гарнизон подняли по тревоге. Мы выехали туда, лопатами откапывали. Отпаивали венгров чаем русским. Ну, откопали. Эта же рота предоставляла соседнему колхозу кразы для уборки сахарной свеклы. Рот – это сухопутных войск. Водителей надо тренировать на марше. А где их будешь тренировать? А тут практическое вождение. Я оформлял как практическое вождение. Выделял. У меня в роте было четыре краза. Ну, два краза выделишь. Два водителя. Или четыре водителя, чтобы менялись они. Вот. И вот они постепенно возили им сахарную свеклу. Полноприводные грузовики легко справлялись с глинистой почвой. А солдатам срочной службы работа в колхозе засчитывалась как практическое вождение на марше. Свою благодарность мадьяры выражали как могли. На празднике, вот, первого мая, седьмого ноября целый чепель грузовой. Они в роту привозили, там, конфеты, там, ну, сладости, соки. Солдатам делали такой сладкий стол. Секиш-Фехер-Вар, Весприм, Кечки-Мет. Эти и другие сложно выговариваемые венгерские названия до сих пор без запинок произносят ветераны ЮГВ и их дети, многие из которых учились, росли и даже родились в Венгрии. Повезли рожать куда? В ближайшую больницу. А ближайшая больница – это Капувар. Перед этим, когда я уходил, врач говорит, Пойташ, не волнуйся, у тебя будет мальчик. Фил, мальчик. Ну, хорошо, мальчик, так мальчик. Прихожу я, медсестра, о, Пойташ, у тебя кишлайн, девочка. Ну, девочка так девочка. Для растущих семей строили дома. Да такими темпами, что на каком-то этапе военные городки располагали не просто достаточным, а избыточным квартирным фондом. Времена, когда офицеры жили в венгерских семьях или в маленьких комнатушках казарм, ушли в прошлое. Я вот, допустим, приехал, когда назначили меня на должность, значит, я пришел, сколько там, говорит, двое детей. Так, ну вот, трехкомнатной свободной нет, пока квартиры, а вот двухкомнатную выбирай. Служба в южной группе войск стала настолько комфортной, что даже появилось выражение «В Германии служишь стоя, в Польше сидя, в Венгрии лежа». К тому же за службу в группе войск хорошо доплачивали. Получалось два оклада. Ну, как в Венгрии получали фуррентами, но это было, как командировочные деньги платились. А в Союзе, значит, соответственно, шел оклад должностной, тот, который положено. Советские деньги, они не выплачивались, а ложились в банки на счетную. Во время отпуска эти деньги можно было снять. Отпуск для офицеров групп войск был больше обычного – 45 суток плюс дорога. Кто-то мог оставаться в Венгрии, например, в санатории на озере Балатон. Путевка стоила 240 фуррентов, а зарплата старшего лейтенанта составляла около трех тысяч в месяц. Этих денег вполне хватало на те атрибуты, которые свидетельствовали о том, что семья офицера жила в Венгрии. Оттуда привозили. Первое – это ковры. Это ковры, это обязательно атрибут пересечение границы нашего военного или чьи на его семьи. Ковры там были дешевле, многообразие выбора, их всех размеров, цветов и так далее. Еще покупали одежду, обувь, хрусталь и обязательно сервизы Мадонна. Для тех, кто понимает, легендарные. А вот венгры ценили нашу электронику и часы, особенно командирские. Гражданские удивлялись, интересовались, как можно в Союз попасть. А солдаты радовались возможности побывать в Советском Союзе. Например, 80% моих товарищей там нашли себе жену. Венгерская Народная Республика строила, пожалуй, самый либеральный вариант социализма. Новый лидер государства Яна Шкадр провел мягкие рыночные реформы. А здесь, как социализм? Наверное, ему удалось то, что задумывал когда-то Ленин в период НЭПа, а позже Горбачев во время перестройки. В Венгрии жила очень хорошо. Очень дешевые продукты, очень дешевые лекарства. Ну, подороже, чем в Советском Союзе в то время. Были коммунальные платежи, плата за жилье, там, за газ, свет, а все остальное у них очень активно развивались кооперативы. Могла бы Венгрия жить так без помощи СССР, без льготных кредитов и субсидий, без дешевого сырья, без закупок венгерских товаров в Союз. На полках советских магазинов появились овощные консервы завода «Глобус», а по улицам стали курсировать автобусы «Икарус». Организованный в 1895 году как кузнечно-каретная мастерская, завод «Икарус» пережил свои золотые времена в советскую эпоху. В год производилось до 15 тысяч автобусов, и 90% продукции шло в СССР. Сегодня руководство завода мечтает довести производство до 2000 в год, и то, если удастся продать их в Китай. Если вы спросите офицеров, которые служили за рубежом, где жизнь по уровню была выше всего, вы какой получите ответ? Венгрия. К началу 80-х Венгрия стала одной из самых экономически успешных стран Европы. А по производству мяса и пшеницы на душу населения первой на континенте. И любимое национальное блюдо, мясной гуляш, любая семья могла позволить себе ежедневно. Тому и прозвали венгерскую экономическую модель гуляш-социализм. Название шуточное, а жизнь настоящая, сытая и спокойная. Хаймашкир, похожая на замок казарма времен Австро-Венгерской империи, помнила еще солдат Первой мировой. Один из самых крупных полигонов южной группы войск. Земля в этом месте каменистая, а климат суровый настолько, что этот регион назвали Венгерской Сибирью. Побывать здесь даже на учениях настоящее испытание. Зато пройдя его, можно авторитетно говорить остальным, если Хаймашкир не прошел, не танкист. Во время службы в группе войск офицер получал неценимый опыт. И поэтому попасть сюда с каждым годом мечтало все больше людей, и отбор становился все строже. Служба в Венгрии, на мой взгляд, в моей биографии, сыграла решающую роль с точки зрения неостановления как командира, как начальника штаба, потому что войска были полностью укомплектованы. Вот эта боевая подготовка, работа с офицерским коллективом, решение всего комплекса задач, которые характерны для развернутых частей, она вот дала такую школу, которая потом вот позволила дальше все остальные вопросы, ну, скажем так, успешно решать. Учения в группах войск часто проходили в рамках оборонительного союза с участием военнослужащих других социалистических стран. А вот, пожалуйста, учения в рамках Варшавского договора. Я тут обеспечивал связь между войсками ЮГВ и нашими солдатами. Там тоже мы обменивались опытом и знаниями. Не было ни одного месяца без совместных учений, обмена опытом, мероприятий. Для небольших учений сухопутных войск использовались также и выделенные местными властями запасные позиции. При этом даже передвижение к ним не должно было нарушать мирной жизни страны пребывания. Эти позиции всегда согласовывались с местными властями, потому что там были и пашни, там были и посевы, там были... Территория-то небольшая в Венгрии. У нас была запасная позиция в роте, которая была выделена нам тоже советом, местным советом. Мы туда выезжали для тренировок, для... чтобы как... на учениях. На любых учениях главная так называемая легенда. Наиболее частые сценарии – наступление противника с юга через Югославию из Италии или нападение с запада через Австрию. Задача наших войск – отражение агрессии. Вначале переходили к обороне или, допустим, контрнаступление, отбрасывали противника на его территорию, допустим, там заканчивали, как обычно, переговорами мерными и так далее, и так далее. В мае 1979 года в Венгрии проходили оперативно-тактические учения штабов и войск организации Варшавского договора ЩИТ-79. Руководил имя министра обороны Венгрии генерал армии Лаеш Цинеге. Участие в них приняли около 30 тысяч военнослужащих. В ходе учений была произведена имитация ядерного взрыва, форсирование Дуная мотострелковыми и танковыми подразделениями с организацией понтонной переправы. Продемонстрирована новая самоходная установка разминирования УР-67. Ее залпы образовывали коридор для прохода через минные поля шириной около 6 и длиной до 90 метров. Было отработано десантирование с боевой техникой. оглушая наблюдавших на сверхнизкой высоте над руслом Дуная прошли МИГи. Вот тут одна фотография. Там заместитель командующего ЮГВ и я. А в шлеме один пилот МИГ-29. Это там, прямо на аэродроме, нам показывали, как этот самолет работает. Вот тоже, только на аэродроме Кишкун-Халаш. Там советские товарищи нас учили рыть земельное укрытие, и это могло в нужный момент спасти нам жизнь. Национальная техническая информационная служба США назвала учения ЩИТ-79 крупнейшими на территории стран Варшавского договора. В ответ американская армия незамедлительно провела учение стратегических бомбардировщиков «Гигантское кольцо». Учения стран НАТО они в корне отличаются от наших. Во-первых, у них масштабы не те. у них чтобы провести учения они там собирают по одной эскадрильи с каждой страны создают группировку это там надо 40 дней им надо времени чтобы подготовиться. В советской армии войска были в постоянной выготовленности. Вот если объявляется боевая тревога допустим у нас через час десять все смогли обязаны быть в воздухе. Люди спят допустим а через час десять все обязаны улететь. Как бы ни было крепко кольцо Басната пока военный паритет сохранялся жители соцстран могли спать спокойно. Южная группа войск дислоцировалась в Венгрии до 1990 года. Ее существование завершилось вместе с окончанием действия Варшавского договора. В соответствии с договоренностями и международным правом советские военные имели два года на то чтобы покинуть Венгрию. 23 февраля 1989 года уходил первый полк танковый из Веспрема там есть такой населенный пункт. Последнее я уже не застал значит я улыбнул оттуда 15 декабря 1990 года ну оставалась только бригада связи 127 но не вся она бригада она ушла там те которые значит обеспечили связь в той группе которая оставалась в гостях хорошо дома лучше делай доброго здоровья успехов после выхода южной группы войск вооруженные силы Венгрии получили в наследство 151 гарнизон и около 15 тысяч квартир последний дом сдали в мае месяца 90-го года и там в этот в дом даже никто не захотел и не жил его закрыли потом его передали просто Венграм последний состав с техникой и военнослужащими ЮГВ пересек границу Венгрии 16 июня 1991 года через станцию Захань пока войска ЮГВ находились на боевом посту воинствующий блок НАТО о продвижении на восток даже не помышлял все это время западные пропагандисты не раз кричали о свободе но как только русские ушли их место заняли другие военные совсем не такие дружелюбные мы удерживали определенную территорию отодвинув ее от Венгрии Советского Союза развязать войну они бы не захотели ее развязывать в 1989 случилась смена режима и те вещи которые раньше были достоинствами перестали ими быть во всяком случае для меня частное мнение ветерана венгерской армии подхватывают и другие люди все видят и понимают что еще важно местные люди семьи которые жили возле советских поселений и частей ЮГВ они с большой ностальгией вспоминают те времена потому что общение было очень дружеским хорошим в Капошваре мы каждый год проводим возложение венков и надо слышать какие речи произносят местные начальники главы муниципалитетов слезы наворачиваются на глаза когда слышишь как тепло они вспоминают советское пребывание в Венгрии советские военные части находились в Европе десятки лет все это время ничто не могло нарушить здесь мир такова и была главная военная задача южной группы войск тысячи советских солдат и офицеров прошедших службу в Венгрии с уверенностью могут сказать что возложенная на них миссия выполнена и никто в мире не может оспорить эту истину я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины союза советских социалистических республик